Рой Джонс младший против Клинтона Вудса. Бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе. Так что добро пожаловать в Портлинн, штат Орегон. Клинтон Вудс, чемпион британского Содружества Наций. И вот его противник. Рой Джонс. Рой Джонс младший. Это в общем-то не боксер. Это уже явление. Нечто запредельное. Великий фокусник, шутник, импровизатор. Фантастический талант. Человек, который, ну, целую эпоху, что ли, создал, ознаменовал в мировом боксе. Восторгу местных любителей рэпа. Рой Джонс предваряет свое явление народу в ринге еще и исполнением рэпа. Да, всякие выходы мы видели в исполнении Рой Джонс. И то он появлялся в каких-то немыслимых шляпах, фрагах. Но всегда под рэп. За всю свою карьеру Рой Джонс проиграл лишь один бой. И то ввиду дисквалификации. Погорячился во время боя с Мантеллом Гриффиным. Ударил того, когда тот был на полу. Стоял на одном колене. Для Роя Джонса в бою важен не столько результат, сколько сам процесс. Этому странному боксерскому таланту очень важно сделать из противника дурака. Он не рассматривает бокс как жестокое побоище. Для него бокс это игра. И его кредо мне весело в бою. Итак, главное событие вечера. Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Вот тут уже без обмана можно называть этот чемпионский титул титулом чемпиона мира. Потому что Рой Джонс собрал все пояса, какие только достойные упоминания. Тут у нас международное судейство, которое возглавляет Джейн Эйди. Кстати, очень хороший рефер, я считаю. Всегда по делу и всегда очень авторитетно, четко, ясно. А когда нет повода, то его и не видно на ритме. Клич Майкла Баффера, конечно, может завести провинциальную публику в штате Орегон. Потому что все прекрасно понимают, что Рой Джонс это боец, которому Клинтон Вудс не пара. Но вы знаете, никто не теряет надежды, что произойдет чудо. И кто знает, может быть и произойдет. Да, я вот забыл назвать, что он был еще и чемпионом Европы, Клинтон Вудс. Ну, в устах Майкла Баффера это звучит очень весомо и грозно. На самом-то деле мы прекрасно знаем, какой уровень европейского бокса. Для американцев это вообще ничего не значит. Итак, 46 побед, 37 нокаутом. Одно поражение, как я вам говорил уже. Да, друзья. Так оно и есть. Все превосходные степени, которые наделяет баффер Рой Джонса, все это соответствует действительности. Он побеждал любого противника, который вставал на его пути во всех весовых категориях, в которых он когда-либо выступал на ринге. Вот свыше ростом, да вообще с приличным ударом этот парень. Посмотрим, поставит ли в тупик его вот этот странный, хаотический, интуитивный стиль Роя Джонса. Или он все-таки сможет действовать жестко, целенаправленно, осмысленно. И сможет хотя бы какое-то время противостоять этим трюкам Роя Джонс. Так-то по лицу не скажешь, но вот, по-моему, типично британской манере так на ринку вышел. Не возьму Тим. Вудс в атаке. Джонс в своем стиле начинает, приглашает противников. Сан отступает канатом или заходит в углы. И наказывает, наказывает за каждый пробник. Для Джонса очень важно всегда найти и обозначить дыры в обороне. Причем он это делает прямо в начале боя. Всегда. Делает для того, чтобы психологически подавить и внушить неуверенность противник. Вот у тебя где дырка, и вот у тебя где дырка. Я тебе могу достать из любого положения, любого угла. А вам начинает дурачиться. Заставляет ошибаться, заставляет делать то, что ему хочется. И вот повторяет ошибку многих, кто боксировал с раунгольца. Нельзя позволять себе гипнотизировать. Вот слишком скован. Вместо того, чтобы действовать, действует левой рукой. По крайней мере, побеспокоит Джонса. Он просто, как кролик за удавом, следует за ним. В общем, сценарий тот же, что и с Глентом Телли. Делает идею. Добавляем. Добавляем. Убираем. Добавляем. В общем-то, Вукс избирает правильную тактику. Боюсь Роэм Джонсом. Нужен прессинг. Да, редко кому удавалось добиться успеха прессингуя. Но позволять Джонсу хозяйничать на ринге, в общем-то, это еще хуже. Поэтому надо что-то делать. Выглядит достойно, можно только, беря инициативу на себя. Вудс. О, молодец. Джонс выцеливает сейчас, откровенно выцеливает. Дает понять, что он выцеливает. Очень многих такой позиции смущал в предыдущих боях. Вудса вроде пока что нет. Более того, вот сейчас, последняя минута второго ранда, этот Вукс как-то, несмотря на то, что он по-прежнему собран, начал действовать посвободнее. Вудса, конечно, очень трудно попасть. Постоп практически невозможно. Надо признать, что Вудс действует. Гораздо лучше предыдущего соперника Роуд Джонса Лена Келли. Как вам, мне кажется, вообще, вот эти надписи на голой спине боксера, что-то выглядит довольно безобразно. Я-то понимаю, что это все не бесплатно и что, в общем, боец как бы имеет право таким образом зарабатывать деньги. Но в некоторых штатах это запрещено. Вот типичный пример трюка Роя Джонса. Отвешивает длинный удар справа в голову и уходит, видите, в другую сторону. Вудс просто теряет его из виду на мгновение. Вудс просто теряет его из виду на мгновение. Вудс, заметите, перестает реагировать, нервничать по поводу финтов Роя Джонса. Он все еще не может достать противника, все еще никак не может его догнать. Но, в общем, где-то тут чуть-чуть ему не хватает. Впрочем, в любом противнике Роя Джонса всегда чуть-чуть чего-то не хватает. Но дело в том, что очень многие прекрасно понимают, что для них очень важно, если не выиграть у Роя Джонса, что хотя бы выглядеть достойно в бою против Роя Джонса. Рой сейчас решил сбить с прицела британца беспокоящими ударами. За счет маневра, за счет того, что он постоянно угрожает. И когда он увидел, что Вудс уже перестал отреагировать на эти угрозы, Роя начинает действовать. Первый раз Джонс в этом бою ударил жестко, ударил по туловищу. Роя знает, как обескурадить противника. Показал, да, снова показал. Слева угроза левым в печень. Короткий трюк в голову последовал. Вудс пропустил, но терпит. И это центральное заболевание. Вудс läчит. Да, хорошие нервы у британца, прямо скажем. Ну вот это, братцы. Игра не убит. Британца, прямо скажем. хороший раунд согласитесь и вот выглядел очень неплохо ну и Рэй Джеймс в репертуаре нарвался будет сейчас на этот апперкот и очень жесткий удар не пропустил Патулыч этот раунд начинается просто с расстрела просто чудеса глядя на Джонса понимаешь почему это великий боксер потому что он умеет делать в ринге все когда захочет он может создавать ситуацию он может использовать ситуацию которым противник предоставляют он может делать все но никто не может объяснить как он это делает Джонс может бой затянуть если ему захочется может его сократить если ему захочется он находит решение в таких ситуациях которых просто логически казалось бы найти невозможно и этот вот аллогизм в его действиях это наверное и есть вот секрет его таланта и как же трудно в него попасть И вот совершенно потерялся Ему крепко досталось в начале раунда. И Джонс, он же буквально не то что просчитывает, он предчувствует любое движение, любое намерение противника. Вот в чем его сила. Все, что остается у Лютсу, это демонстрация мужества, это браваз. Но вызовы, которые он посылает Джонсу, они в общем бессмысленны. Джонс придет тогда, когда сам захочет. Ну вот секундант говорит Лютсу, почему он так легко тебя берет? Почему он легко так достает его? Потому что ты не действуешь левым руком. Беспокой его ударами левым. Доставай его. Ты выше. Джонсу вообще-то, по-моему, из гола никогда не приходилось, что разница в росте, в ту или в другую сторону, может представлять для него какую-нибудь проблему. Ему все равно, какой противник перед ним. Это удары, казалось бы, не совершенно неожиданные. То размашистый, длинный, жесткий удар, то короткий, как кошка лапы, то острый, как удар кинжалом. Джонс, как-то само у него получается. Полная свобода. А Джонс увидит, что противник сковался снова, что он опасается его ударов, а в общем-то у Вуца действительно в указании на то, чтобы действовать левой рукой и издали. Может быть, это что-то и принесло бы, но не рискует британец. Не рискует. Вообще, это, конечно, немножко нелогично, звать противника за собой и убегать от него. Вуц хочет выглядеть достойно. Но Джонс просто не дает ему этого. Бессмысленная бравада со стороны англичанина. Вставать в позу, когда тебя избивают, это, конечно, величайшая глупость и никакой симпатии не вызывает. Сейчас на ринге только один боксер, Рой Джонс. Очень трудно, боксеры сами это знают, очень трудно действовать успешно против противника, который ничего не делает. Вот Вуц решил, что безопаснее всего ничего не делает, быть перекрытым. Пора сдаваться, я так думаю, британцу. Да, это законный вопрос. Хочет ли боксировать Клинтон Вудс? Этот вопрос задает ему в углу секунданта. В общем, Джонс привязал правую руку Клинтона Вудсу к его челюсти практически. Потому что на любое движение правого кулака британца следует опережающий левый круг в голову. И как быстро он вылетает, это просто паразит. Один. Джонс специально тянет время, вы заметили, наверное, тоже. Успешная атака. Вудс отходит, даже опускает руки, а Джонс его не преследует. Ему хочется продлить эту игру в кошки-мышки. Вообще-то, конечно, я думаю, пора бы Джей Мэйди вмешаться и остановить это побоище. Смотрите, вы уже меня услышали. Шутка, конечно. Но шансов нет ни малейших. Никаких у Квентона Ултса не было. И нет. И продолжать это избиение, это, так сказать, издевательство, это односторонний бой. И, понятное дело, честно было бы это все прекратить. Что Джей и сделал. Джей хороший рефер, я уже говорил вам. Британцы. А их легче всего узнать по лысым черепам. Грустят в зале, понятное дело. Гудс хороший боксер. Но он хорош там, в Британии. Он самый лучший там, в этой весовой категории, насколько я понимаю. Но здесь... Вы посмотрите, что произошло. Заметили? Джонс всаживает очень жесткий удар в голову. И смотрит. Как тот себя будет чувствовать. Не преследует его, не добивает. Вот в предыдущем эпизоде. Все, на что хватило Клинтон Вильца, это набрали. Совершенно бессмысленное. И поэтому жалко. Да, я думаю, что Британец принес двойное наказание в этом бою. Мало того, что ему крепко досталось, он еще вынужден был выслушивать рэп в исполнении Роя Джонса. А это, поверьте мне, наверное, не так легко вынести. И так, все еще непобедимый, все еще чемпион мира, абсолютный чемпион мира, Роя Джонс-младший. Вот так, дорогие друзья, закончился этот бой. В его исходе никто не сомневался. Надеюсь, вам понравилось то, что вы видели. И на этом я хочу попрощаться с вами и пожелать вам всего доброго. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!